Ваше право, либо это расторный договор, да, и получить денежную сумму, а к этому, помните, неустойка штрафа прилагается, и либо вы вправе опять устранить существенный недостаток. Как застраховать автомобиль или свою жизнь? Так ли страшны ипотечные кредиты? Эти и многие другие вопросы беспокоят жителей нашего региона. Целых восемь часов спикеры делились со всеми желающими своим опытом. На примерах разбирали спорные ситуации и отвечали на вопросы потребителей. Есть прецеденты, когда ущемление идет прав потребителя. И поэтому, естественно, если потребитель вооружен знаниями, он знает, как поступить, как, куда и зачем обращаться, как составить правильно письменную претензию, как составить правильно исковое заявление и знает, куда это обращаться. Потребитель финансовых услуг должен знать свои права. Порой эти самые права написаны сложным языком. Их волнуют разные вопросы – какие условия для заемщика невыгодны или как увидеть в договоре нарушения и ущемления прав потребителя. Включение каких-либо дополнительных услуг – это комиссии своего рода, всевозможные заведения за открытие судного счета, дополнительные условия в виде страхования жизни и здоровья. Если оно не согласовано с потребителем, а является некой обязанностью, то тогда это является ущемляющим условием. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали о способах направления обращений. На примере разобрали судебную практику по вопросам заключения и расторжения договоров страхования. А также перечислили способы защиты граждан при поступлении звонков от коллекторских агентств и порядок обжалования их действий. Анжелика Келлер, Дмитрий Козерлыга, Новости.